Дорогие друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. Вслед за взрослым голосом, впервые вышедшим в эфир 5 октября 2012 года, на первом канале появилась сначала детская версия вокального шоу, а затем из 60+. И если участники основного варианта проекта вызывают неподдельное восхищение, то там, где им являются и старый млад, к нему добавляется еще и неизменное умиление. Последняя сполна на себе ощутила Ангелина Дерябина, поразившая наставников созданной волшебной атмосферой. Ангелина была одна из самых загадочных претенденток на победу в седьмом сезоне «Голоса детям». О ее биографии известно несколько лаконичных, сдержанных фактов. Девочке на момент прихода на шоу было 9 лет, она родом из столицы России. В традиционном профайле до выхода на сцену юная певица кратко коснулась своего романтического прошлого. Когда Дерябина исполнилось всего 3 года, соседский мальчик во дворе сделал ей предложение руки и сердца. Будущая невеста, несмотря на отсутствие кольца, только собралась согласиться, как родители позвали ребенка домой. К слову, семья Ангелины творчески подошла к появлению на Первом канале, образовав самую яркую группу поддержки. Отец же переоделся в морского царя Тритона, не забыв прихватить с собой обязательно трезубец, а мать в царицу Афину. Тетя также не осталась в стороне от волшебного преображения в сказочного персонажа из «Русалочки». И хотя москвичка с ранних лет занимается музыкой, в 2016 году попав в состав знаменитых «Непосед», связывать профессиональную деятельность и дальнейшую судьбу с пением она не планирует. А вот в мечтах у нее стать биохимиком и придумать лекарства для бессмертия. Театр-студия, находящийся под руководством Елены Пинджоин, бережно фиксирует на личных страницах ВКонтакте и в Инстаграме успехи своей талантливой подопечной, сопровождая их фотоотчетами. Благодаря культурному центру, где детей учат пению, хореографии и техники речи, известно, что Ангелина, как только пришла, сразу завоевала титул «Мисс Непоседы» в младшей возрастной группе от 5 до 6 лет в 2016 году. А через два года ей вновь улыбнулась удача. В августе на Международном арт-фестивале в Македонии она стала лауреатом первой степени, а уже в октябре на испанском «То он да твоя волна» ее признали лучшей в номинации «Народный вокал». Удачно был также и 2019 год. Весной Дерябина отличилась сразу по двум критериям – «Твоего голоса», а летом без труда покорила немецкий «Музикальшевеллер». Именно вот этот конкурс, потому что немецкий я не знаю. В 2020 году настал черед главного вокального шоу страны, на котором очаровательная москвичка, засветившаяся в рекламном ролике «Трех бактерий и морского царя», появилась в русалочьем образе. Нежно-голубой брючный костюм из гладкого материала с короткими рукавами дизайнеры дополнили пышной юбкой-шлейфом, напоминающей рыбий хвост. Для слепых же прослушивания участница приготовила песню, написанную специально для мультфильма «Русалочка» в 1989 году. Поначалу ее исполнение вызвало улыбку наставников, настолько трепещущим был детский голос и забавным английское произношение. Несмотря на волшебство, творящееся на сцене удивительную атмосферу и явно ленивых в своих креслах членов жюри, никто из них не торопился повернуться к Дерябиной лицом. Интрига на протяжении сохранялась до конца выступления, пока Полина Гагарина не нажала заветную красную кнопку. До того, как перестала играть музыка, тот же самый маневр успели проделать и двое мужчин. Судьи пребывали в таком восторге, что решили не тратить свое время на традиционные вопросы о личной жизни Ангелины, а наговорили множество комплиментов и перешли к самому главному, предоставив ей право выбора. Полина Гагарина не скрывала своего ликования, поп-исполнительница бросилась к маленькой артистке, назвала ее принцессой, потрясающей певицей и актрицей и пообещала вместе сделать поистине фантастические номера. К сожалению, Ангелина после поединков выбыла. Дерябиной сейчас продолжает заниматься в непоседах, внимать мудрым преподавателям и штурмовать многочисленные вокальные смотры и песенные конкурсы как российского масштаба, так и международного. Редактор субтитров А.Семкин